В Ненецком округе завершился региональный конкурс педагогического мастерства «Профессионал года-2021». Среди 36 участников были определены победители и призеры. Об итогах конкурса расскажет Елизавета Кабанова. В этом году представители педагогических профессий боролись за звание лучшего в семи номинациях. Заместитель руководителя образовательной организации, воспитатель человека, педагог-психолог, учитель-дефектолог, сердце отдаю детям, педагог-наставник и мастер года. Награждение состоялось 18 мая в региональном центре развития образования. Конкурсы профессионального педагогического мастерства проводятся с целью повышения престижа и социальной значимости профессии педагогического работника, статуса образовательной организации. Они объединяют учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения. На конкурсах встречаются коллеги, которым есть чем удивить друг друга и которые готовы поделиться своими идеями и опытом. Искренняя радость за своих коллег и аплодисменты наполняли зал каждый раз, когда озвучивали имена победителей. В номинации «Мастер года» победу одержала Елизавета Протопопова. Это не первое её участие в конкурсе. В 2016 году она стала призёром. Поэтому в этот раз её захлестнули искренние эмоции от заслуженной награды. «Мы видим, сколько достойных педагогов, людей работает у нас в округе. За счёт таких конкурсов мы повышаем уровень своего мастерства, готовимся, узнаём какие-то новые технологии, какие-то новые методики, используем цифровые какие-то ресурсы. Поэтому я считаю, это активизирует нашу деятельность как педагогов». В номинации заместитель руководителя образовательной организации стала призёром Анна Рудик. Наталья Михайлова одержала победу в номинации «Воспитать человека». Лучшим учителем-дефектологом стала Татьяна Богданова. Диплом победителя в номинации «Сердце отдаю детям» получила Ольга Мартемьянова. Победителем среди педагогов-наставников стала Светлана Хорошавина. А лучшим педагогом-психологом была названа Саган Чинаева. «Во-первых, это важно для меня самой, для самообразования, для будущего. Во-вторых, это очень сплочает всех номинантов. Это очень хороший опыт для педагога. Ну и, естественно, можно со стороны взглянуть на свою работу». Всех участников наградили дипломами. Призёры получили денежные сертификаты в размере 20, 30 и 40 тысяч рублей. Победителям также вручились татуэтки, символизирующие их профессионализм в стремлении обучать детей, за которыми стоит будущее России.